Завтра в Беларуси пройдут мероприемства, примеркованные до 80-ти годзе початку Великой Айчинной войны. У Гомеля у 4-х годин ранится, каля мемориала героям-ополченцам на улице Баумана, пройдя молодежная акция «Нихто не забыты, ничто не забыто». На 11.40 на площади працы запланованный митинг-реквием, а на 12 годзин обвешана усебеларуская хвилина маучанья. Затым у Гомеля и во усих районах в области пошнется акция «Звон смутку». А про таго на протягу дня в регионе будут проходить вело- и автопробеги, тематичные квест-гульни, диалоговые пляцовки, военно-гисторичные реконструкции и вечары фронтовой песни. Тему 80-ти годзе початку Великой Айчинной войны протягнуть наши корреспонденты. Об початку войны гомельшане доведались о 12 годзин дня, калі по радио выступю народный комісар замежных справ СССР Вячеслав Молотов. Мясовое керавництво отповедную информацию отримало худшай за все значно раней. Уже у першой полови дня, 22 червеня, пройшло посаджение областным комитете партии. Я шепрась две годзины у городским. 22 июня состоялось заседание гомельского областного и городского комитетов партии, где вся промышленность города Гомеля была переведена на военные рельсы. И со следующего, буквально с 23 числа, уже начали выпускать продукцию на нужные обороны. Падеи, які у тые дни отбывались на Гомельшане, оказали значный уплыв на далейший ход Великой Альчынной. У середине липеня 41-го вынеку контрнаступления 63-й корпус Петровского не только вызвали у города Жлобин и Рогачев, але и пройшло наперед яше на 30 километров. Это были первые с початку войны, вызволенные от захопников буйные населенные пункты. Причем бойцы корпуса утрымливали их на протягу амаль 30 дён. До этого, фактически успешного наступления на всем протяжении Советско-Германского фронта такого не было. Не было такого столь успешных боевых действий. Это раз. То есть, с точки зрения военной стратегии, это позволило, с другой стороны, это позволило выиграть время для проведения, собственно говоря, вопросов, связанных с эвакуацией как мирного населения, так и промышленных предприятий, с вопросами, связанными с мобилизацией населения, военнослужбы. Это позволило также, и имело, точнее, важное значение с точки зрения морального состояния войск, потому что, действительно, это было событием, безусловно, событием. Это поднимало боевой дух красноармейцев. Мештым Гомель протягивал выраблять продукцию для фронта и рыхтовался до обороны. Завод «Гомсельмаш» выпускал мины и снарады, а так само займался ремонтом танков и автомашин. В цехах станка-будовничьих завода имя Кирова освоили вытворшись супротанковых и супротпехотных мин. Помешкание навышальных установ отвели под шпитали и для размешения войсковых шастей. В окол города выкопали супротанковый ров протяглостью 28 километров. Особливо жесткие бои на этом напрамку проходили с 13-го жнивня 41-го. 19-го гитлеровцы увайшли в город. Бои за новобили супротягивались до 23-го жнивня. Понимая, что «Гомель» был важным стратегическим узлом в плане железнодорожных сообщений, фактически это ключ к Донбассу, ну а Донбасс ключ к Кавказу, а Кавказ ключ к мировому господству. На «Гомельское направление» противник бросил до 25 дивизий, в то время, когда на «Московском» всего оставалось 13 дивизий. Поэтому «Гомель» сыграл свою позитивную роль в защите советской столицы. И вот защитники, конечно, все, кто сражался, здесь не искали уважения и нашу память.